Выподлинная любовь, она не видит, не видит никаких искажений, она видит чистоту божественную, чистоту в каждой форме. Вопрос из онлайн-группы. Почему этому телу видятся мужчины слабые, не хотят что-то делать, хотят телевизор смотреть и чтобы кто-то другой приносил доход? Куда нужно смотреть? В себя нужно смотреть, миленькая, в себя. Вы поймите, вот для всех женщин сейчас говорится, для всех буквально, что если нет гармонии в паре, то делала бы женщине всегда другого источника гармонии нет. Вот чтобы вы осознавали. Вы все время ждете там от мужчины чего-то. А первый шаг к гармонии – это отказ от всех ожиданий, от любых ожиданий. От любых ожиданий. То есть это абсолютное принятие всего того, что есть прямо сейчас уже и ничего не ждешь больше. Потому что необходимо осознать, что всего достаточно и прямо сейчас, и оно прямо сейчас есть буквально все. А если ты с этим не согласна, то возникает что? Неблагодарность. Которые влечут за собой страдания. Страдания эти и выражаются в том, в претензиях к мужчине. А мужчина ничего не может. Понимаешь? Ничего не может без женщины. Потому что все, что делается мужчиной, все всегда делается для женщины. Все всегда, буквально всегда делается для женщины. И если что-то женщине не хватает, это значит, она неблагодарна за то, что мужчина ей сейчас принес. Как только она станет благодарна за то, что есть прямо сейчас, эти искажения исчезнут. И тогда мужчина прекратит быть слабым, как они говорят. Потому что слабый мужчина возникает у слабой женщины. А слабая женщина – это такая сильная женщина, понимаете? Они думают, что они сильные. А это их слабость. Понятно? Понятно? А влияет ли целомудрие? Что? Влияет ли целомудрие женщина на ее силу? Или верность мужчине? Еще как влияет, конечно. Ты что? Это просто фундамент всего, понимаешь? Силой женской целомудрие. Потому что сохранение вот этой силы для мужчины создает ему возможность быть сильным. Она питает своей женской энергией мужчину таким образом. Если она растрачивает свою энергию куда-то, там, не знаю, как это называется, куда-то, то ей нечего дать мужчине. А значит, мужчина не может стать сильным. Так происходит. Осознайте это раз и навсегда, осознайте. Источник гармонии находится в женском. Источник гармонии находится в женском. Запишите себе. Да. На всех местах. Мужчина ведомый. И он ведомый не за женской силой, но в смысле сильное, вот в современном понимании. А в современном понимании он даже переверт уже. Ну, во всем буквально, посмотрите. Посмотрите, что происходит. За любовь выдана привязанность сексом, все что угодно, но только неподлинная любовь. Все перевернуто. Так и тут. Так и тут. Сильная женщина в современном таком понимании общепринятом – это слабая женщина. Эта женщина не способна создать гармонию в паре. Потому что она не способна служить, потому что она служит дьяволу, эго, эго служит, понимаешь? Своему. Своему. Своему эго. Разделяющему. И тогда она разделяет на… у нее есть разделение на себя и мужчину. И она говорит – ты должен мне. Ну, например, есть ожидание у многих женщин, что мужчина должен приносить денег. Женщина должна просто быть красивой и нарядной. Ну, к примеру. Влюбленность – это притяжение, которое возникает между мужским и женским, которое называется влюбленностью. Но это просто притяжение, которое в самом начале, вот эта влюбленность, она чиста. Она чиста от эго, она чиста от я-мысли. Потому что, когда возникает вот это притяжение, приближение, то всегда, вы замечали, наверное, всегда есть ощущение совершенства партнера, к которому есть тяга. Совершенство. То есть, нет никаких изъянов, в нем не видится ничего плохого, там, какого-то еще. Понимаешь? То есть, он совершенный. И вот это замечательный период, который в конечном итоге теряется, как только возникает эго, как только возникает отношение. Понимаешь? А в этом приближении нет отношений. Оно возникло естественным путем, это сближение. Вот. И сохранить это, это, конечно, дается далеко не всем. То есть, это и есть проявление той вот безусловной любви в самом начале, когда приближение происходит. А потом включается эго и начинается сон. И начинаются отношения межличностные. И все, любовь исчезает. Понимаешь? Вернее сказать, наступает сон, потому что любовь, она никогда не исчезает, если она действительно есть, а она действительно есть. Ибо любовь – это Бог. Он не исчезает. Просто вы забываете о нем, закрываетесь, отворачиваетесь, засыпаете. Вот что происходит. И тогда возникает иллюзия, иллюзия того, что ваш партнер какой-то несовершенный. Что-то начинает в нем не устраивать. Понимаешь? Вы начинаете ковыряться в этом во всем. Он такой, он сякой, он еще какой-то или она там. Понимаешь? И все. И все. Включается как раз та самая иньская энергия сна, которая разрушает. Дело в том, что страсть, которая возникает, она погубно влияет на взаимодействие в любви. Потому что страсть – это необъезженный мустанг. Понимаешь? Он несет, вообще сломя голову, куда несет, вообще никто никогда не знает. Вот. Но он несет недолго. Он вздыхает очень быстро, понимаешь? И все. И тогда что? Тогда больше ничего не остается, потому что ваше взаимодействие началось со страсти. То есть вы оба сели на этот мустанг, и все, он раскидал вас по дороге. И сам умер. И все. И вы уже найти друг друга не можете. Потому что в разных, так сказать, концах находитесь. У меня такой уточняющий вопрос. Вы говорите, что вам нужно служить. Поближе, просто поближе. А если этот мужчина не муж? Что этот мужчина не муж? То есть я только встречаюсь с ним. Я должна ему служить как Богу? То есть он же еще у меня незаконный муж. То есть он еще не стал Богом, да? Нет. Нет, вот я хочу уточнить. Ему еще подтянуться надо. То есть встречаясь просто с мужчиной, это может быть даже просто романтические отношения, если только. или уже близкие, то я уже должна служить Богу? В этом случае вообще Божественное проявляется для тебя в своей чистоте. Потому что ты в нем видишь только Божественное. Ты не видишь в нем никаких искажений. Так ведь? То есть он для тебя идеален. Так ведь? Ну, практически, да. Ну, практически, да. А ты говоришь, что он не Бог. Все. А, то есть даже если не муж. Потому что я же не знаю, вы даже если не муж. Даже если не муж. Ты пойми, что вот то, что ты говоришь, муж или не муж, это твое разделение. То есть обусловленность твоего восприятия. Тебе кажется, что мужчина обязательно должен быть мужем, тогда можно на него посмотреть как на Бога. И то заслужит, если. Понятно? Да. А все дело тебе. А вот с точки зрения Божественного вообще закона вступать в интимные отношения до брака? До брака? Да. Ну, хорошее дело браком не назовут вам. Да. Поэтому... Идеально вот ведическое веды в их сердце говорят о том, что... Что для девушки или для женщины обязательно сохранять чистоту. Чистота сохраняется в том случае, если девушка верна одному мужчине. Всегда. А тогда она сохраняется. Тогда она не теряет силу. Силу той самой женской энергии, о которой говорится. Всегда. Вот. Вот. Поэтому, если этот мужчина и один и навсегда, то, конечно, в какой-то момент возникнет такое взаимодействие и близость, в которой познается единый. А если нет уверенности, если нет уверенности в том, что этот мужчина навсегда пришел к тебе, то, конечно, не нужно торопиться. И вообще физическая близость, она как бы возникает или должно возникать в последнюю очередь уже. Потому что сначала должно произойти соединение всех тонких структур, что называется. Так можно сказать. То есть духовное соединение. И только потом это усилится физической близостью. А вот в противном случае вы можете попасть в ловушку, которая называется страсть. Как уже говорилось, страсть – это такой необъезженный мустамок, знаешь. А если уже попал в эту ловушку, что делать? Скакать. А можно вывести отношения на высокий уровень, несмотря на то, что уже… Нет. Уже тут никто никак, да? Нет. Пока мустамок не сдохнет, ничего не уйдет. То есть этим самым перечеркивается все подлинное единство духовное. То есть страсть в этом смысле вредна. Для познания единого, для стабильности гармонии в паре. А страстные отношения, они как бы вредны даже. Потому что эти скачки, они ни к чему не приводятся, кроме того, что вы скачете неизвестно куда. И это очень быстрое такое оскакание, которое, в конце концов, этот мустанг быстро выбивается из сил. Понимаешь? Он быстро умирает. Какое-то время он еще, конечно, вас будет держать на себе, но потом он все равно сдохнет. Благодарю. Еще один вопрос. Вы говорили, что когда отношения начинаются со страсти, тогда уже как бы это обретено, эта пара. Ну как бы там невозможно познать тонкой любви божественной. И вот хочу спросить, у меня есть партнер. Наши отношения так начались. И сейчас это осознается. И вот родился ребенок. Ему два годика. И сейчас обнаруживается, что эта страсть, как вы говорили, как мустанг. Это уже раскидал нас на разные стороны боли. И сам сдох. И все. А мы не понимаем, что мы вместе делаем. И как нам быть. И это уже семья. Вот видишь как. Да. И вижу сейчас, я вижу благодаря вам. И все. А теперь что? А теперь тебе нужно осознать вот то, о чем говорилось. Где находится источник гармонии. И вернуться с того, с чего вы начинали. А начинали вы всегда вот с этого взаимодействия, где он замечательный. Где она для него прекрасна. Где нет никаких искажений ни в нем, ни в ней. Понимаешь? Вот оно. Вот оно. Приближение было. Когда букеты, конфеты, вот это все. Понимаешь? Вот оно. А вот это было оно. Чистое, божественное присутствие. Понимаешь? А вы его пропустили. Потому что что? Потому что возникли вот эти вот все. Понимаешь? Вот так. Теперь надо все вернуться на старт. Значит, возможно еще познать. Конечно. Но теперь вся инициатива будет от женщины только исходить. То есть если ты сможешь раствориться в нем абсолютно, то есть утратить эго полностью, то и он изменится. Если ты сможешь начать ему служить тотально. Понимаешь? Чистым сердцем. Ничего не ожидая, не желая. Понимаешь? Вот просто служить. Отдавая все время. И благодаря за все, что есть, то и он станет сильным. И единство познаете. Благодарю вам всем сердцем. И гармонию познаете. И детишек еще нарожаете. Ох! Да. И болеть не будете никогда. Да. Какова природа союза между пробужденными существами, мужчиной и женщиной? Для чего? Что их притягивает друг к другу в состоянии безусловной любви, когда все едино, целостно, свободно от различий и от определений, и от кармы? Притягиваются тела. Потому что они имеют как бы отличную в каком-то смысле энергетически друг от друга природу. И для того, чтобы единство возникало, то они притягиваются друг к другу. То есть никем это не контролируется? Просто происходит? Это просто происходит, да. Это просто происходит согласно вибрационному резонансу. Встречаюсь с мужчиной уже семь лет. У нас то мы вместе, то мы не вместе. Причем все зависит от меня. С первого дня, как только он ко мне приходит, и как только мы взаимодействуем, даже по телефону, у меня идет откат энергии. Но до такой степени, что если я это не, если вовремя не останавливаю, значит, если не торможу этот процесс, то меня уносит вообще на самые низы, что мне жить не хочется. И мысли о том, что, ну, покинуть тело, да, ну, в общем, покинуть эту реальность, это очень страшно. Вот. Потом, значит, я ухожу от него, восстанавливаюсь, все, говорю, я тебя не хочу, иди ты, все, я всегда раньше думала, что это он виноват. Да, но потом восстанавливаюсь я быстро, как только я засияла, значит, вся жизнь у меня играет. Я тянусь к нему. И так уже семь лет. Вы представляете, каждый раз я думаю, что все, я теперь сильная, я теперь с этим справлюсь. Скажи, а это не привязанность разве? Да, ну, привязанность, да, но я не... Привязанность такая. Привязанность, конечно. Он уже говорит, да живи ты своей жизнью. Вот. Что ты пришла? А я говорю, люблю. А ты не можешь. Не могу. Привязанность, привязанность. Эго привязалось, понимаешь? Только эго привязывается. Твоя истинная природа, она настолько свободна, что свободна от привязанности. И опять же он, ну, он тоже как бы в теме духовности, да, и он мне говорит, что ты дурочка, говорит, ты когда живешь одна без меня, тебе кажется, что тебе хорошо. Твою ха-ха-ха-ха. Серьезно. У меня серьезно. У меня, ну, я думаю, блин, ну, где же тут реально, где иллюзии, где иллюзии, ничего не пойму. И меня прям вот... И опять мы соединяемся. Меня прям как дурманит что-то. Да. И тянет вниз. Ну, понятно. А там-то ты обнаруживаешь хорошо, что тебе хорошее дело? А там мне так плохо. Ну, вот видишь как. То есть он тебе навязывает как бы вот эту манипуляцию, что там, где тебе плохо, он говорит, что тебе кажется, что плохо, потому что тебе на самом деле хорошо. Он говорит, что я... У меня есть зависимость. Да. И... Он прав. Да. И он говорит, что... Это зависимость от него. От него зависимость. То есть ты в этой зависимости потонула, понимаешь? А у вас просто несовместимость, ну, абсолютнейшая, потому что как только вы соединяетесь, да, его карма начинает на тебя влиять. Ещё такой момент. Можно вас немножко перебить? Значит, так интересно. Ночью спать с ним вообще не могу. Такое ощущение, будто мою голову засунули... Как это? Штекдозы по-русски. В резетку, которая тысячу вольт проходит. На утро я, соответственно, никакая. И у меня катит только депрессняк. То есть эта энергия не заряжает тебя, а наоборот разряжает, да? Понятно. Ну, как можно соединяться, понимаешь? Вот в этом случае. Вот непонятно. Вы какие-то мазохисты просто. Вы всё время сами себе причиняете боль. Сами себя, ну, как бы бьёте, понимаешь? Вот. И ничего с этим поделать не можете. Вот так проявляется карма, так проявляется карма. Во сне так происходит. Как только ты осознаешь свою истинную природу, прекратится привязанность, понимаешь? И тогда тебя, ну, как бы туда вовлечь невозможно будет. А я-то думала, надо идти в служение. А в служение, само собой. Это изначально нужно было делать. От мужчины уходить нельзя ведь? Изначально нужно было делать это. То есть когда вы только вот соединялись, что называется. Понимаешь? Но вы же как делаете? Вот в неосознанном, как происходит вот это соединение? Вы же идёте от физики всё время. То есть вы вместо того, чтобы соединиться сердцем, вы идёте в постель. Соединиться в постели физикой, понимаешь? А это всё, это крах. Потому что это тот фундамент, который вообще не рабочий, понимаешь? Не способный держать здание. Теперь я чуть-чуть понимаю, почему он сюда не захотел идти. Благодарю, мастер. Никогда нельзя, никогда нельзя вообще торопиться в этом деле. Потому что, чтобы ваш союз был крепкий, если вы встречаете, так сказать, парня или девушку, чтобы он был крепкий, вам не нужно торопить события. В тантре это принципиальный вопрос. В Индии есть тантрические вот эти течения, учения. Так вот они, например, когда выбирают словно друг друга, это происходит на расстоянии. Они не приближаются даже друг к другу несколько месяцев, а может и год, находятся на расстоянии и всё время, всё время прибывают друг в друге. То есть соединяются, соединяются, влюбят, понимаешь? То есть как бы культивируя вот это безусловное чувство. Потому что в этот момент, когда возникает вот это первое, 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 первое сближение, оно чистое, понимаешь? Оно очень близко вот к тому, что называется безусловная божественная любовь. Когда ты не видишь в нём никаких изъянов, ибо он для тебя совершенный, и так же, как и ты для него. Понимаешь? Это абсолютная божественность в этом есть, потому что для Бога нет несовершенства. Бог видит всех совершенными. Но потом вы теряете это, потому что включается ваше эго, включаются отношения. И если вы сблизились в постель, сходили, то всё, пиши пропал. Понимаешь? Вы задали доминанту, доминанту нижних центров. То есть у вас нет сердечной связи ещё, она ещё не установилась. У вас есть, было только намёк, влечение какое-то такое, да? которое бы нужно было бы действительно культивировать. А его нет. И всё. Всё закончилось. Понимаешь? А дальше он такой-сякой, ты такая-сякая. Понимаешь? Всё, поехало, пошло и поехало. И вот эта разрушительная потенция, она как раз и связана с тем, что вы живёте нижними центрами. Потребительством. Неслужением. Служить — это значит отдавать. Это значит отдаваться полностью, ничего не желая себе. Вот пока не возникло это служение, пока оно не стало естеством во взаимодействии в паре, ничего не будет, кроме страданий. Потому что в отношениях другого быть не может. Понимаешь? Разрушительная потенция включается. Эго, оно несёт в себе эту потенцию. Самим фактом. Межличностных отношений. Поэтому мастер всегда говорит, вы не знаете подлинной любви. Ты говоришь, люблю. Но сегодня любишь, а завтра, а тут же приблизившись к нему, не можешь и бежать хочешь от него. Так ведь? Конечно, это к любви не имеет никакого отношения. Осознайте это, глубоко осознайте. Не ведайте, что творите. Вот как это называется. А ещё вопрос возник по поводу тантры, служения и потребления. Если встречаются два человека, допустим, одинокая женщина, ей всё равно нужна помощь мужчины. Она начинает ему служить. Она отдаёт себя всю. А допустим, помощи не получает. Ну, то есть, у неё же есть всё равно потребность помощи от мужчины. Смотри, как это работает. Всё исходит от женщины в паре. Мужчина, он бессильный. Он ничего не может. Понимаешь? Он ведомый. То есть, женщина, которая гармонично проявляется к мужчине, проявляет подлинную женскую энергию. Что такое подлинная женская энергия? Это безусловная любовь. Это принятие, да? Ты вот если посмотришь на физики даже, да, скажем, ты же увидишь, что женская природа, она ведь обволакивающая, мягкая, да? Нежная. Так ведь? Если она будет, как мужчина, твёрдая, разве возникнет взаимодействие? Не возникнет, так ведь? Кроме страдания ничего не возникнет. Так вот, если женщина проявляется, вот в своей истинной природе, в служении мужчине, возвышает его, потому что для женщины мужчина — Бог, то и он станет сильным, потому что ты своей энергией женской активируешь в нём мужскую силу. Понятно? Да. Поэтому мужчина, он может как взлететь, так и упасть, упасть на самый низ, и всё это зависит от женщины. Благодарю. Знаешь, одна историю тут недавно рассказывал кто-то, что был такой мужчина, который, ну, вот, был обнаружен на улице бомжом. Он был бомжом вообще. Понимаешь, что на улице жил, там, в общем, весь ободранный, вонючий и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг нашлась женщина, которая его подобрала с улицы, понимаешь? В течение короткого срока он взлетел до небес. Понимаешь? И всё, что все дары божественные, он принёс к ногам женщины. Потому что для мужчины больше нет радости никакой. Потому что всё, что он делает, он делает для женщины. А если мужчина принимает алкоголь и наркотики и считает, что это нормально, что делать? Вот всё, всё прекрасно в отношениях. И это, в принципе, не мешает никому, да, потому что марихуана разрешена официально. Да. Есть какое-то такое глубокое, тонкое непринятие этого. если оно не меняется в вашем взаимодействии. У меня есть непринятие. Вот если есть непринятие, то оно будет усиливаться. А что делать? Принять? Принять. Конечно. Принять, безусловно. Уже многим, много раз уже говорилось, но ещё раз напомнится, что есть такой мультфильм советский, называется он сказка о глупом мужике. Посмотри на досуге как-нибудь. Там, это ведический мультик на самом деле, то есть он рассказывает, где находится гармония в паре. Вот посмотри, и всё тебе станет понятно. Спасибо. Здравствуйте. Да, здравствуй. У меня такие вопросы назрели в ходе слушания насчёт мужчин, служения мужчине. Даже возмущение поднималось. Возмущение, конечно. Потому что, ну, я раньше тоже как бы начиталась там, и так к мужчине относилась, да, к мужчинам, то, что он бог, и даже растворялась, и делала всё, ну, что я как женщина могу для него сделать, да, но мужчина, он сказал, я работаю, ты там сама с детьми, я говорю, помоги, а он говорит, нет, отдай в сад, то есть, ну, а я не хочу отдавать детей в систему, я борюсь и рада, что они пока ещё маленькие, да, и у меня есть пока возможность их туда не сдавать. И я бы, у меня такая дилемма, то есть, семейные ценности, отец детей, да, то есть, он их любит, его родители хорошие, да, тоже детей любят, но они настолько в системе, и мне хочется уехать, забрать детей, уехать там, подальше, да, где, ну, например, здесь, в Германии, я вообще не знаю, может, потому что это страна чужая, как обходить эту систему, потому что в России, например, ну, я как будто бы, ты живёшь в ней системы, там нету этого давления, и мне очень хочется уехать, а он, ну, отец детей, держится здесь, и я как бы не хочу разделять детей с отцом, но в то же время у нас с ним вообще, то есть, никакого общего языка нет, как я могу служить мужчине, когда у меня дети, у меня не остаётся сил на мужчину, он мне не возвращает ту энергию, которая ему давала, он и поднимался, и упал, после того, как у нас проблемы. Знаешь, мужчина проявляется ровно так, как о нём думает женщина. Ну, он начал делать то, что я о нём так начала думать. Если ты говоришь о падениях, то, значит, это возникло, потому что ты так о нём думала, что ты не отдавала ему, отдавала ему вот эту чистоту своей искренней, подлинной любви. Понимаешь? Ты сомневалась в нём. Знаешь, сомневаться в мужчине и женщине, это всё равно, что сомневаться в Боге. Понимаешь? Если ты сомневаешься в Боге, то будешь наказана. То есть, Бог, он такой, да? Наказан. Конечно, это прямо самый настоящий аппарат. Ну, а что, ну, мои мысли, что я изначально не знала, как выбирать, да? Это, мне кажется, проблема у всех. мы не умеем выбирать себе спутника, и мы слишком быстро сходимся, да? Да нет никакого выбора. Кто тебе сказал, что ты выбрала что-то? А, то есть, всё само так получилось, да? Конечно, Когда нужно было учиться? Ну, а как мне быть вот в сторону бежать из системы, или всё-таки семья и отец детям важнее? Ну, пока что я сижу, потому что я не могу, то есть, даже я думаю, а тело не шевелится. Вот правильно, вот ты сама сейчас говоришь, что выбора нет. Ты задаёшь вопрос, словно разделяя, вот как бы вот так или так, вот как вот поступить, но не могу, тут же отвечаешь на этот вопрос и говоришь, что ну вот я не могу, я сижу и всижу, понимаешь? Ну, да. Не можешь. То бишь, мне не стоит надрываться и делать что-то через силу, всё должно происходить само собой. Всё, что нужно, это расслабиться, понимаешь? принять всё такое, какое оно есть, расслабиться, проявить свою женскую суть, женскую энергию, понимаешь? А если её нет? А как её нет? Вот возникло, возникло тело, как бы с какими-то вот признаками женскими, так ведь? Но она кончилась в этих отношениях. Что кончилась? Или в детях, женская энергия. Ну как она может кончиться как бы в самом источнике? Хорошо. Понимаешь, всё происходит вот так, как ты рассказываешь, да, только от того, что ты смотришь на него через своё эго. Понимаешь, что ты не растворилась в нём. Понимаешь, что ты находишься в каких-то ожиданиях всё время. Ну вот видишь, вот так и есть. Ожидание, это губит всё. Ничего не жди, не жди ничего, понимаешь? Отдавай, 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 только отдавай, и это и есть служение, это и есть с любовью жить, значит. Служить. Я не могу жить в Германии. Я здесь существую. Ну как, ну ты пока здесь ведь, да? Как возникнет импульс уехать, так оно и уедется. Спасибо. Понимаю, а если мой мужчина, отец моих детей не понимает и хочет, чтобы детей туда втащить, в эту систему, скорее, и давит на меня. То есть это он должен настрадать. Не ведайте, не ведайте, что творите, понимаешь? Это же об этом. То есть служение вот этой демонической природе, как бы, оно происходит вот таким образом, в неосознанности. А мне-то что делать? Что делать тебе? Любить, принимать. Мне его бить. Понимаешь? Принимать и любить, потому что только через принятие, через проявление подлинной божественной любви, безусловной, все изменяется. Такова сила ее. Благодарю вам. Маленький вопрос. Почему женщинам тяжелее дается просветление, чем мужчинам? Поверь мне, что легче дается. А почему тогда мы только о просветленных мужчинах знаем? Ну и как бы я... Почему? Да, потому что женская природа, она реализуется за мужем. Понимаешь? Вот и поэтому ты очень мало встречаешь таких женщин, которые выходят к человечеству. А мужской природе это заложено. То есть они гораздо больше на виду. Поэтому так. женщины просто скромные и они в тени, да? Правильно понимаю? Но я просто хочу понять, мне казалось, потому что я все время, когда медитирую, столько лет, ну и как бы читаю, и все, мужчины, 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 и я сижу, думаю, ну неужели женщины, ну не одной женщины просветленной? Я же много искала, не видела никого. Все дело в том, что женщина, она реализуется с мужчиной. Понимаешь? То есть она всегда за ним. Ибо она, знаешь, женщина, это же министр внутренних дел, можно так сказать. в паре, в семье, то есть она занимается внутренними проблемами, то есть внутренними вопросами всеми. Вот, и поэтому ее как бы незаметно. Вот, потому что когда женщина ищет Бога, то подсознательно она ищет его через мужчину всегда. Вот, и поэтому ее реализация связана с мужчиной. Часто так происходит. Вот, и даже если она приняла дар от мастера, все равно ее реализация будет замужем, замужем, потому что она таким образом приведет мужа к просветлению, но сама останется в тени, потому что ее заботы женские, понимаешь, женские заботы, дети, дом, забота о пространстве семейном. Вот такое. Благодарю вас. Спасибо, мастер. Благодарю. Ты вчера говорил, что женщина источник мужчины, а мужчина Бог. Источник силы. Источник силы. И не особенно понимаю, не понимается конкретно, как источник силы. У нее же энергия иньская, я поняла. Женщина дарует ему его силу, то есть она создает в нем его силу своей слабостью. Слабостью? Да. Ага. Значит, мужчине тоже нужна женщина. Или только женщине нужен мужчина, как Бог, чтобы в нем раствориться. Это замечательное открытие. Сейчас произошло. То есть ты жила всю жизнь, да, с ощущением того, что мужчина, ему не нужна женщина, вообще какой-то такой инопланетянин. Я же так думаю, что не особенно хорошо быть женщиной. У нее иньская энергия, она виновата, если мужчина плохой, и во всем она виновата. Нет хорошо или плохо, понимаешь, нет ведь этого. Потому что если воплотилась в женском теле, то проявляй именно женскую природу. Понимаешь, она не может не проявляться. И если вы не проявляете ее, то искажения возникают в теле. Все это ощущаете. Многие жалуются на все эти болезни, которые возникают. Только потому, что вы не принимаете свою женскую природу. Нас не учили быть в женской природе. Нас учили вороться, воевать, я не знаю, что еще. В армию меня в школе посылали. В Советском Союзе. Я изучала автомат Калашникова и ездила на грузовике. Учили меня ползать, я не знаю, что дралась с мальчиками, так было. Да. Учили, так учили. Значит, мужчина и женщина нужны друг другу для гармонии энергетической. Ну, конечно, на самом деле это одно. Мужчина мужское и женское, это одно тело. Вопрос об отношениях мужчины и женщины. Мастер говорит, что женщина должна служить мужчине, тогда он в отношениях расцветает. Согласна, но есть но. Если женщина ему служит, а мужчине это служение не нужно, он ее изначально не принимает, хотя не в близких отношениях. Вопрос, как быть женщине в этом случае? Вопрос, который задает эта женщина, уже указывает на то, что у нее есть ожидания. поэтому если она сможет осознать и отбросить все ожидания и осознать, что служение мужчине это ее духовная реализация. самая подлинная, самая что ни на есть близкая, которая находится прямо рядом с ней. тогда все наладится и все произойдет самым наилучшим образом все исправится, если она действительно способна осознать, осознать, что источник гармонии находится в ней. у меня вопрос про мужа. Вот если муж по истечении каких-то лет совместной жизни проявляется как идеальный, просто самый лучший, что это говорит о женщине? карма хорошая. Это говорит, что искажения, которые ты видела раньше в нем, исчезли. Да, раньше видела много. Но он уже тогда был идеальный, просто пришло осознание, что глупая ты баба. Вот, 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 вот. Это был у меня. Вот именно. Все верно. Вот и все. Получается, что очистилась карма, или благая карма, или... он как бы, ну, авансом это тебе транслирует, транслирует, понимаешь? Ну, это также было прописано, что мне придут эти осознания. Естественно, да, конечно. Окей, спасибо. Принимай, благодари, и будь счастливой, и осознай вообще свое проявление по отношению к нему. Ну, уже осознала, раз ты так говоришь. Благодарю. Баба, ты глупая. Благодарю. Здравствуйте, мастер. Я здесь. Здравствуйте. Хотела сказать вам благодарю за все. Ну, так. Возник вопрос вчера у меня в медитации, потом мозг ночью начал говорить мне, не задавать, думаю, нужно срочно задать. Вопрос, как отличить истинное желание от навязанного. Я просто приведу свой пример, как вопрос возник. у меня было несчастливое детство, и у меня очень терничный отец, он очень издевался с моей мамой, она убежала, но оставила нас с ним. И вот он всю эту ненависть на женщин, всю злость, он не мог ее достать, он это все выместил на мне. И потом, когда я выросла, я вообще не придавала этому значения, этого убежала, все закрылось, но страдания они все-таки догоняли, догоняли, догоняли. Суть в том, что я никогда не хотела ни семьи, ни детей, ни вообще ничего. Но потом, когда я, ну, просто, мы понимаем, страдания накрыли, я начала медитировать, я начала заниматься практиками, начала что-то с собой делать, потому что невозможно было больше так жить. и я встречала мужчину, у нас очень хорошие отношения, я его люблю, он меня любит, но желание иметь детей и как-то создавать семью у меня, ну, оно не пришло. На меня все давят, общество, мама, папа, все, тебе нужно рожать, тебе 38 лет и все остальное. У меня вопрос к вам, просто это моя душа пришла без этого желания или это обусловленность моя, или это результат, я не знаю. А вот в детстве, в той семье, где вот этот, как ты рассказываешь, все происходило, у вас были животные дома? Нет, нет, нет. Вот любое животное, которое находится в семье, да, вот если ты у него спросишь, у этого животного? Было ли у него счастливое детство? вот несмотря ни на что? Да. Понимаешь? Вот кошечка живет спокойно, и у нее счастливое, абсолютно счастливое детство, понимаешь, что бы ни происходило, мама, папа ругается, там чего-то происходит, понимаешь, обусловленное восприятие прописывается только тебе. То есть это только я могу в этих обстоятельствах быть обусловленной? Конечно, то есть вот это обусловленное не повезло. не повезло, потому что ты обусловленная на все смотришь. Потому что ты считаешь, у тебя есть представление такое, что это несчастливое детство. Почему? Откуда оно взялось? Ведь ты же говоришь, что ты не придавала значения ничему этому, понимаешь? С чего ты взяла, что оно было несчастливое? Это было по моим ощущениям тогда. Но теперь я понимаю, что это все мое восприятие, что это было именно не так, но я в тот момент впервые узнала, что такое страдание. И, наверное, вот как-то я так воспринимала. Кто узнал? Ну, личность. Это личность. Вот это личность. Личность. Вот она и вынесла вот эти выводы все вынесла оттуда, как будто бы, понимаешь? Потому что ей кажется все время личности, что счастье, оно где-то там, а не здесь. Понимаешь? В другой семье у подруги ой, какие родители замечательные, ой, там они и то, они и сё, а у меня тут вообще все криво. Понимаешь? Из неблагодарности это происходит. Из-за недоверия. недоверия, понимаешь, Богу. То есть вот эта личность, она никогда не бывает довольной. Она и возникла, понимаешь, только потому, что ты отождествилась, что ты решила, что ты отдельная какая-то. И вот это отдельное, это корень страдания. Вот эта мысль об отдельности своей, корень всех страданий ваших. Понимаешь? Вот кошка живет в семье. Вот что бы ни происходило в семье, ну ты спроси ее, счастливая она или нет. Счастливое детство у нее было или несчастливое детство. Даже если у нее там что-то будет происходить, понимаешь, ее будут таскать за охо или там, я не знаю, там, укусит собакой или подерет соседний кот. Все равно у нее счастливое детство, понимаешь? потому что она не сделает никаких выводов и не унесет с собой и не передаст своим детям, понимаешь, вот это как будто несчастливое. То есть она будет без уха, без лапы может быть даже, понимаешь, но при этом у нее все замечательно. Да, ну, вопрос еще как бы хотела бы уточнить, если можно. Так как все-таки узнать, где реально твое желание, ну, не то, что желание, как бы твоя дорога и где нет, где тебя навязывают социум, там, я не знаю, личность. Ну, вот как это раз... Значит, у тебя нет ни твоей дороги. Все так просто. Ну, конечно. Нет ни твоей дороги, понимаешь? Потому что есть вот такое проявление, какое и есть, понимаешь, и все. А тебе ты опять недовольна, опять не согласна с тем, что эта дорога как будто не твоя, кажется тебе. А где моя дорога? Где моя дорога? Все. Вот. И я от тебя опять потерялась. При том, что ты стоишь на своей дороге. Я уже согласна со всем. Понимаешь, вот твое думание, твое думание создает вот это ложное представление о том, как должно быть. Потому что если ты отбросишь думание, то оно всегда замечательно, так, как оно должно быть. Понимаешь? и это всегда твоя дорога. Ну, всегда твоя, потому что, ну, как другой нет. А твое думание все время тебе создает иллюзию того, что это не твоя дорога, что ты заблудилась как будто и так далее. Оно другой нет. То есть само все происходит? Конечно. Конечно, само. Отбрось думание, отбрось думание и прими все таким, как военно есть. Ты увидишь, что все, ты стоишь на своей дороге. вот просто нет другой и все. Благодарей за то, что есть прямо сейчас. И все тебе откроется таким, какой оно есть на самом деле. И прекратятся вот эти страдания, думание о несогласии с Богом, понимаешь, и все время вот этот богоборец перестанет себя проявлять. вот и все. Благодарю, мастер. Спасибо вам огромное, большое за все. Поблагодарить мастера за вчерашний сатсанг мужской и женской. Шла очень большая любовь к мужчинам. Хочу сделать низкий поклон каждому мужчине. Да. Я их вспоминала о первых всех своих, с первого своего мужчины, это папы, потом всех мужчин и, конечно, которые здесь. Вам мастер. Благодарность. И у меня сейчас такой вопрос, так как я живу в Европе, это Бельгия, и как вчера поднялся вопрос по поводу эмансипации, да, эмансипации женщин, и здесь в Европе есть такой закон, за коном, да, за каноном, 50 на 50, оплата материальная, да, вот это вот. Вот такая игра. Да, вот такая вот игра, и очень она внутри вызывает дискомфорт, потому что природа женщины, я преподаю, я мастер тантры женский, и природа женщины, она говорит о том, что мужчина мамонт, он добытчик, да, женщина служит, она с любовью, женщина сама любовь, да, и когда вот мужчина говорит 50 на 50, как ему сказать комфортно, да, не обижая его, да, как это, как это объяснить природу женщины, что это против ее идет, но тело же оно работает. Сказать, если ты меня сильно льстишь, когда предлагаешь 50 на 50. Сильно льти. То есть сильно, очень сильно доверяешь. Скажи, что я не заслуживаю такого доверия. обожаю юмор, да, вот к мужчине надо, наверное, больше еще, еще больше юмора. Да, дело в том, что мужчины тоже в заблуждениях находятся. Если женщина, ну, вот по всем природным конам, да, должна относиться к мужчине как к Богу. Некоторые спрашивают, а как мужчина должен, так сказать, смотреть на женщину? Они иначе как на источник его силы. Понимаешь? Да. Если он это осознает, он будет беречь, он будет заботиться о женщине всегда. Да, это такое счастье служить мужчине. Это что-то не передается. эго, оно не видит этого, понимаешь, оно же в игры играет, в такие вот, да, которые ум вам придумал. не играйте не играйте в них. Просто проявляйте свою истинную природу. Глубокую осознанность проявляйте. и тогда страдания вас обойдут стороной. Их не будет никогда. Понимаешь? Ну вот, например, отношения с мужем, да? Это касается любого аспекта жизни. Вообще все отпустить. Вообще любого аспекта жизни. Все отпустить. Отпустить то, что если любить и служить, это же не отпустить. Отпустить. это и есть отпустить. То есть проявляться сердечно отдавая. Это значит не привязываться, не желать себе чего-то, а отдавать, все время отдавать, проявлять сердце. У нас же такое женское, оно сразу привязывается, если любит и служит. Ну, какое, привязывается, то есть присваивает, да? Ну, то есть объект служения. Понимаешь, тогда это не служение. Не служение. А тогда непонятно еще. Тогда это проявление эго. И совершенно понятно, что это проявление эго. потому что как только ты привязываешься, ты значит присваиваешь. А если ты присвоила, то значит ты надела кандалы. Никакого освобождения не произойдет. Понятно? Мне кажется, наоборот, я его на расстоянии держу. Он страдает от этого. Так мне кажется. А что на расстоянии? Ты его на расстоянии? Держишь? Вот я не хочу привязываться ни к чему, никому. Да? Это мое стремление. Просто люби. Понимаешь, любовь — это непривязанность. Пойми. Любовь — это отдача. Благодарность. Понимаешь? Вот что такое любовь. Тогда получается, если мужчина страдает от расстояния от меня, тогда это его проработки. Если он страдает от того, что он не рядом с тобой? Да, к примеру. Конечно. Конечно. Значит, он страдает от своей привязанности. Но если вы соединились на небесах, понимаешь, если земная женщина превратилась в небесную, то где бы вы ни находились, единство не будет потеряно. Вы знаете, брак разрушился, союз строится, и вот он так сложно строится с моей стороны, с его стороны. Отпусти, отпусти, не оценивай никак сложно, несложно, просто или еще как-то, не оценивай, не оценивай, все происходит так, как происходит, понимаешь? Просто проявляйся сердечно, из любви, из сердца, ничего не желай себе, отдавай, отдавай, благодари, благодари, ведь слово такое замечательное, благодари. Да, мы его практикуем, всей семьей же, дети, вместо спасибо. Ой, благодарю. Еще тогда второй вопрос, тоже тема мужской, женской, у нас много женщин, актуально, видимо. Вот вчера было, прозвучало, что когда мужчина жесткий, это зеркало для женщины, да, так объяснено было? Да, тут некуда деваться, понимаешь, искать надо в себе причину. А когда наоборот, когда мужчина не совсем принимает решение. Какой бы мужчина ни был, это все дело рук женщины. Понимаешь, рядом с женщиной мужчина становится таким, каким его видит женщина. Вот если она видит его тряпкой, он будет тряпкой. Понимаешь? Тогда женщине надо быть жесткой. Нет. Женщине нужно раствориться в мужчине, чтобы женщины не было. Чтобы женщина была любовью, чистой любовью, понимаешь, окутывающей его со всех сторон. Но это уже хороший уровень, тогда нужно выйти, то есть работа. Это ваше родное. Видимо, мы забыли так сильно, да. Так сильно забыли, что надо все это раскапывать, откапывать, раскопки начать. И она зовет на женщину, любовь это зовет, поэтому мы здесь, мы у ног ваших. Конечно зовет, конечно зовет, это очевидно, потому что это ваша истинная природа. И вы не можете никуда от нее деться, понимаешь, как бы вас, какие бы кандалы вас не заковывали. Да. Вам все равно крылья за спиной, вам все равно летать возникает, понимаешь. Но надо кандалы сбросить, только и всего. Благодарю вас, мастер, благословите наш союз. Конечно, благословите. Здравствуйте, мастер. Здравствуйте. Приятно быть здесь опять. Я бы хотела поднять тему страх отверждения, как сказать. Страх отверженности? Да. То есть ты боишься, что тебя отвергнут? Да. Мы говорим об открытой любви, об том, что надо отдавать без ожидания получать в ответ. я способна на это. Я это практикую, но все равно есть какой-то страх, что меня отвергнут при том всем, что я отдам. Знаешь, почему этот страх возникает? Я знаю. Молодец. Я знаю. Потому что я ожидаю себе, потому что я хочу, чтобы меня считали, потому что я не даю любовью чистой. Потому что это не чистая любовь, не отдача чистая. Это Эля. Окей. Я чувствую, что во мне есть эта любовь. Когда я молюсь... Где-то да, где-то точно есть. Когда я молюсь, я чувствую вот это чувство, что во мне абсолютная любовь, и что надо мной кто-то есть, кто меня оберегает. Я хочу тоже это чувство давать другим, чтобы через меня лилось этот тем... Так вот и отдавай, не жди ничего, в ответ не надо. Но это не на осознанном уровне происходит, и когда сознание приходит, я уже думаю, что я испорчу что-то, или уже что-то испортилось. Возникает страх быть отвергнутым, да? Да, наверное. Знаешь, когда в тебе откроется истинная подлинная любовь, сердечная, когда сердце откроется, тебе будет плевать на приличие, понимаешь, вообще. Даже на приличие будет плевать, понимаешь? Она будет проявляться просто и все. Кто-то будет крутить у виска, там, говорить, что он вообще какой-то ненормальный, блаженный, или еще какой-то, понимаешь, а тебе будет плевать на это вообще. Ну, я почти там. Потому что такой свет, такое блаженство будет из тебя идти, что оно все покрывает, все закрывает и ничего не становится, никак тебя не задевает. Понимаешь? Пытаюсь. А что, это похоже тоже на страх остаться одной без партнера. Дело в том, что подлинная любовь, она лишена этих страхов. Понимаешь? Потому что она полна собою до краев. Понимаешь? ей не нужен даже объект. Потому что подлинная любовь, она свободна от объекта любви. Понимаешь? Еще раз. Еще раз. Подлинная любовь свободна от объекта любви. Окей. И как она проявляет в чувствах? Дайте... Она просто сияет во все стороны одинаково. Но это происходит на моменты. Мы не живем такой жизнью всю жизнь. Так тебе же и говорится, что вот когда твое сердце раскроется полностью во всей Вселенной, тогда ты познаешь подлинную любовь. А пока эго выдает любовь за фальшивку. То есть она выдает фальшивку за любовь. Понимаешь? Да. Потому что эго, оно не знает любви. Ей кажется, что это любовь. А на самом деле это проявление эго. Ну во мне же есть вера и любовь. Я ее чувствую, она есть. Там эго нету. Оно проявляется только когда есть объект. Тогда страхи не возникнут никогда. Окей, я поняла. Короче, страх ушел, все. для любви нет страха никакого. Вообще, понимаешь, нет, нет, куда ему возникнуть, потому что подлинная любовь, она свободна от того, кто создает страхи. Да. А у меня так складываются просто отношения, вернее, их отсутствие. Но по факту тоже нет. и нет тех отношений, даже не хочется уже отношений, хочется этого сердечного союза. Чтобы познать эту любовь, истину с мужчиной, тоже нет. Пребывай, пребывай в любви. и по принципу резонанса все произойдет, понимаешь, притянется. 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 Да. и все будет замечательно. У вас благословение и детки появятся. Но кроме этого, тебе нужно обратить внимание на то, на то твое отношение к мужскому полу. К взаимодействию с мужчинами или с твоим отцом, вообще с аспектом мужским в твоей жизни. На что именно обратить внимание? Обратить внимание, чтобы облегчить и в дальнейшем больше не возникало. Не возникали эти искажения, имеется в виду то, что ты перечислила. То есть, проблемы с мочевым пузырем в женских органах и так далее. Даже кишечный, кишечный, кишечник и так далее. То есть, все вот этот вот весь сниз, чтобы не возникали эти искажения, тебе нужно пересмотреть, а вернее сказать, осознать, осознать твое восприятие мужского. До сих пор, и это культивируется системой, всем женщинам навязывают феминизм, навязывают независимость, отдельность и силу как будто какую-то, равноправие. Вот это и является причиной. Причиной того, что женские энергии искажаются. С приходом этих искажений женщины страдают болезнями. Болезнями. То есть, болезни – это следствие вот этих искажений. если у тебя что-то болит или доктора констатируют какие-то опухоли, там, я не знаю, кисты или еще что-то, да, всевозможные могут быть проявления. Это говорит о том, что твое взаимодействие с мужчинами не гармоничное. Не гармоничное, не по божественным законам, по конам, понимаешь? У меня мужская энергия очень завышенная, у меня тестостерона много, я такая бурля вся. Конечно, конечно, так ты посмотри на вообще женщин вокруг. Как это балансировать? Я вроде, ну, стараюсь быть более пассивной, более принимающей, более отдающей, любовь, отдавать любовь, но... Да. Что еще? Смотри, мужчина для женщины – это Бог. Если ты в нем не растворишься, а будешь богоборцем отдельной, ну, ходить на феминистские движения, там, ну, в общем, и говорить, ты мне не нужен, я сама тут, ну, в общем, ты поняла, да? Ну, все, жди, жди, жди вот этих искажений, жди, жди хирургов, понимаешь? Ждать чего? Хирургов, хирургов жди, да, они, они что, они тебя лишают женского, легко. Ножичком, чик, чик, и все. И вы, как говорится, все. Если ты не проявляешь женское, зачем оно тебе? Вырезаю, отрезаю, и все. Выбрасывают. Ну, так устроено. Да, я понимаю. В этом все дело, понимаешь? Вот и все. Если ты не осознаешь этого глубоко, ты будешь сталкиваться с подобными проявлениями, с болезнями, болезнями в женской сфере, в теле. Мне даже антибиотик не помогает. Это дошло до этого. Я все, все что угодно делаю. Ничего не поможет, конечно, ничего не поможет. Я же тебе говорю, только хирурги. Больше ничего. Они, знаешь, как четко справляются с этим? Ну, вообще, легко. И ничего не помогает, понимаешь, больше. А почему? Потому что ты проявляешься криво. Ты сама позволила своей женской природе исказиться, исчезнуть, понимаешь? Понимаю. Ты сама вырастила в себе мужчину. Да, я понимаю это. Я чувствую это. Ну, я выросла без папы. И я взяла на себя вот эту мужскую ответственность. Ну, я не завишу от мужчины. И я сама в себе вырастила мужчину, чтобы защищать себя и защищать мою маму. Потому что мама очень чувствительная такая, такая хорошая у нее. И поэтому мужчины в твоей жизни не появляются. Они появляются. Но исчезают. С энергии неподходящей. Неподходящей, конечно. Знаешь, почему у них энергия неподходящая? Потому что твоя энергия неподходящая. Так все-таки ты не, ну, как бы, чтобы закончить вот этот разговор по поводу твоего взаимодействия с мужским, да, вот тебе нужно осознать, что ты в мужчине должна раствориться полностью. То есть в полной отдаче пребывать. Понимаешь? То есть утратить эго полностью. Что еще раз? Эго утратить. Плавно. То есть ничего не желать себе, понимаешь? То есть полностью посвятить себя мужчине. и тогда ты будешь абсолютно здоров. И твой мужчина будет сильным с той энергией, которую ты не находишь как будто. Понимаешь? я понимаю это и знаю это, но на практике в жизни на практике не могу, конечно. Это надо очень как знаете, почему? Потому что система тебя так выстроила, то есть ты уже привыкла к тому, что твои энергии вот завалились в сторону мужского, понимаешь? И ты не можешь как бы переосмыслить, то есть переосознать свою истинную природу найти не можешь теперь уже, потому что в тебе уже проявлена колья такая накатанная, знаешь, мужская. И ты вперед там я могу все сама, вообще мне никто не нужен. Меня так мама научила. Научила, конечно. Мама сама такая. Да, понимаешь, это же из рода в род происходит. Да, мама дочки, дочка своей дочки. Вот, все это прописывается так, передается. Вот эти искажения, они исправляются, исправляются рядом с мастером. Если ты готова осознать то, о чем говорится. Конечно. Ну, вот и все. Принимай и благодари. И осознай, осознай и начни проявляться, проявляться гармонично. С осознания глубочайшего того, как же женщина должна проявляться и где находится гармония между мужчиной и женщиной. Где она находится? Гармония. Вот источник этой гармонии. Где? Женщине. Мужчина вообще, он ведомый, понимаешь, он может быть тряпкой, а может быть сильным. Это зависит от женщины. Потому что то, как о нем думает женщина, таким мужчиной становится. Нахон. Это правда. спасибо вам большое. Благодарю. мужское мужское и женское в семье должно присутствовать и дети должны впитывать и то и другое. То есть, они должны видеть это единство. Понимаешь, для того, чтобы в них прописывалось гармоничное взаимодействие. Потому что их воспитывать нельзя. То есть, воспитывать словом невозможно ребенка. То есть, он не слышит ничего. Он не понимает слов ребенок. А что он понимает? Он глазами то, что видит, впитывается прямо вот как губка. Впитывает вот то, что видит среди родителей или в той среде, в которой он возник. И в нем прописывается именно то, где та среда, в которой он возник. Понимаешь, со всеми вот этими искажениями или отсутствием их, или гармоничное вот такое гармоничное единство. Оно ведь тоже подаруется ребенку в гармоничной семье. Поэтому всегда надо начинать с себя. Себя. А в паре от женщины во многом зависит больше. больше, чем от мужчины что-то. Потому что женщина делает своего мужчину своей силой, своей энергией. Но сила это не значит, что я вот такая. Понимаешь, женская сила это ее слабость. Вот это в этом ее сила. Это ее мягкость, это ее нежность, это ее принятие всего таким, какой оно есть. Понимаешь, ты рассмотри просто даже на физическом уровне, ведь все подсказано на физике. Женщина мягкая, правда нежная. А мужчина твердый. Если женщина не будет мягкой, то взаимодействия не будет никакого. Я мягкая, но я мягкая, что это живо. Где надо мягкая, не волнуйся. вот, да. Вот так это как-то происходит, не волнуйся. Я хотела спросить тоже про мужское и женское. Мой партнер, мой муж, в нем очень много такой жесткости, не то чтобы агрессивности, а такой конкретности, жесткости. когда взаимодействие с людьми. И меня это очень как бы не то чтобы коробие, но зажимает мое сердце. Мне наоборот хочется, чтобы он был мягким. И вы говорите, что это очень зависит от женщины, какой мужчина. Но я очень мягкая, мне так кажется, и добрая, и нежная. А в нем все равно этого много. Еще раз тебе говорю, вот как женщина то, что называется, думает, или как она посылает в сторону мужчин, таким он и становится. Понимаешь? Мне кажется, наоборот. Это твое зеркало, то есть ты это и есть то, что он тебе транслирует. Поэтому садись и смотри в себя. Смотри в себя и найди вот то, что он тебе транслирует. И найди и пусть оно исчезнет. То есть все-таки это во мне. Это во мне. Еще раз тебе говорю, все, чтобы это осознали. Вот если вы видите какое-либо искажение во вне, это искажение не во вне, это ваше искажение. Понимаешь? Потому что в чистом сознании нет никаких искажений вообще. Понимаешь? Искажение возникает у вас в голове. То есть ваше восприятие такое искаженное. Как только оно исчезнет, мир станет таким, вернее, вот эта проекция ума станет чистой. Ваш ум очиститься должен. И тогда проекция ума станет чистой. Когда она станет чистой, то коны, веды включатся. Понимаешь? Сердце откроется. Когда сердце откроется, ваше во всю вселенную будет. Из вас польется мудрость. Мастер, хотелось бы продолжить все-таки еще раз для полного понимания про мужское и женское. И вот как у девушки я всегда все делала сама, училась сама, воспитывала себя сама, работала сама, обеспечивала себя сама. Но в мою жизнь пришел мужчина сильный, ведомый, как вы говорите. И вчера я задавала вопрос про искусственное благотворение, потому что тоже такие проблемы имеются. и мастер говорит, нужно служить мужчине, нужно в нем растворяться. Но если мужчина внедряет женщину в свои мужские проекты, свои бизнесы и требует от женщины исполнять эти задачи, то мое тело не видит себя в этих вещах женственные. Оно, наоборот, становится еще более сильной, еще более мужской и еще более требовательной. Смотри, вот в чем заключено женское служение, заключено в чем? В том, что оно не разбирает, оно всегда помогает мужчине. Понятно? Оно помогает. То есть, что бы ты ни делала, если это ты делаешь мужчине, это женское проявление, потому что ты полностью растворена в нем, ты отдаешь все ему. Понимаешь? Оно делает, оно помогает, но оно от этого страдает. Вот и все, и все, и благодари его за это. Не сопротивляйся. Дело в том, что как только ты начинаешь сопротивляться, ты проявляешь вот это богоборчество. А женская природа божественна, а божественная природа это принятие всего. Понимаешь? Принимать нужно все таким, какое оно есть. Вот оно тебе дается, значит, так сейчас должно быть. В конечном итоге ты увидишь, что мужского и женского в единстве нет. Понятно? Пока. Вот мастер ранее говорил, что женщина получается служит мужчине, мужчина Богу, но получается же все служат Богу. В этом случае все Богу служат, конечно, а как же? А получается женщина не может напрямую Богу служить? Она же может и мужчине и Богу напрямую? Через мужчину служит. Если у нее рядом оказался мужчина, она через мужчину служит Богу. А если нет? А если нет, то напрямую. А вот еще такой вопрос. А в чем цель мужско-женских отношений? Познание единого. Познание единого. Другой цели нет. И получается для женщины, вот мастер тоже упоминал, что задача познания единого стать более мягкой, да? Стать естественной. То есть женскую природу свою раскрыть и познать. И тогда женщина становится источником гармонии в паре. А эта гармония ведет к познанию единого. А еще вот по поводу мужско-женских отношений. Для эволюции души, индивидуального сознания, что лучше, когда один партнер можно всю жизнь и с ним проходить все уроки? Или могут быть разные периоды? Например, разные мужчины. Индивидуальное сознание проявляет то, что возникает в его проживание, проявляет все по карме. По карме. Если прописанность кармическая возникла такая, что у нее будет несколько партнеров, да, или несколько взаимодействий, то так оно и будет. Так оно и будет, понимаешь? Но освободившись от кармы не возникает больше ни кармических, никаких проявлений. То есть больше не возникает никаких партнеров, тем более множество. Понимаешь? Поэтому освободившись, освободившись, осознав себя, осознав свою реальность, осознав, осознав Бога, соединившись с Ним, больше карма не работает. И тогда все происходит по ведическим законам, по законам сердца. По конам сердца даже, так скажем. Благодарю. Да. А сонливое проявление, это как раз называется законом. Понимаете? Вот так. Еще вопрос про отношения, ну или как, про мужское и женское проявление. И вот получается, каждая осознанная женщина по возврату из ретрита, как говорится, может далеко не ходить и использовать свою ближайшую возможность служа в смирении и служении своему мужчине, если такого есть. Да, конечно. А мужчина как может проявляться в таком случае? Ну если женщина, например, не поддерживает. Не поддерживает что? Ну устремление. Если женщина не поддерживает устремление мужчины, она вредит себе. Но она этого не осознает. Да. Об этом и говорится, что нет осознанности. И поэтому женская природа вредит себе. Тела болеть начинают. Как мужчина должен проявляться? Мужчина должен, как бы сказать, тебе образовывать женщину. Если она не осознанна, то есть он ее должен просвещать. Если она противится, тяжело просвещать. Да, конечно. Такое тоже часто встречается. Сопротивление, любое сопротивление. Вот если она не осознала того, что она вредит себе этим сопротивлением, то ничего не поделаешь. Пока она себе не навредит так, что, так сказать, уже дальше будет некуда, тогда она может быть пробудиться сама. У этого тела, как ему кажется, есть жена. Поэтому она думает, что это тело попало в какую-то секту и волнуется, что оно не вернется. А что такое секта? Что это? Ну, это надо у нее спросить. Это же такое слово. Знаешь, это такое же слово, знаешь, как некие диагнозы, которые ставят в психиатрической больнице, скажем, там, шизофрения или еще чего-то. То же самое. Вот слово, или, например, слово, там, гипноз. Тоже, понимаешь, вот что не ясно, то вот как-то надо назвать и куда-то задвинуть это, понимаешь, то есть, ну, как бы отнести это к чему-то, ну, то есть, разделить и как бы отнести это к какому-то вредному или там еще чему-то, понимаешь, то есть, чтобы вот в этом углу лежали вот эти вот названия, на которых как бы вот тень какого-то неприязни падает. вот. Поэтому, что такое секта, понимаешь, это же глупость какая-то, слово какое-то, которое окрашено просто как-то и в твоем восприятии или восприятии твоей жены вызывает какие-то как будто бы ощущения, потому что средства массовой информации или вообще окружающая, ну, среда, так сказать, информационная, она создала, создала, понимаешь, создала некую окраску этому слову, то есть, вокруг этого слова ходят всевозможные байки по поводу того, что там что-то такое происходит, значит, непотребное, понимаешь, вот, и система, и еще, подключает к этому слову и еще всевозможные, значит, как будто бы возникающие там уголовные дела или какие-то еще, понимаешь, судебные разбирательства, которые, типа, кидают тень на то, что называется секта. А секта это что такое? Это община просто. Общность людей можно, чтобы ей так не думалось успокоить ее сердце, зовут Марина. Да. Конечно. Конечно. был, был, наверное, но еще и остался вопрос боли, с которым сюда приехалась, осозналась, что это было на протяжении, пожалуй, всей жизни, это непринятие отца. То есть, как будто бы он не оправдывал ожидания того, каким он должен быть для меня, как будто бы он все делал всегда неправильно, не так, несправедливо по отношению ко мне, к другим. То есть, мне казалось, что он неправильный. Да. И приехала сюда, чтобы вот мастер говорит про смирение. И мне кажется, что здесь пока еще оно не пришло, но на пути. И услышала, что как раз мужчина, какой бы он ни был в семье, я сейчас не замужем, поэтому живу с родителями, и вот получается, отец для меня это как раз возможность смирению и принятию научиться, то есть, принять и смириться. Это замечательно. Если это осознается, значит, это и произойдет. Прекрасно. Я это осознала, и на пути, то есть, благодаря мастеру все раскрывается, я очень благодарю за это. Да. Очень благодарю. Потому что истинная природа твоя, истинная природа тишины, она такова, что она сама о себе говорит. Никому ничего не нужно объяснять. Знаешь, вот женщины очень часто вносят вот этот дисбаланс в союзе, в союз свой с мужчиной частым говорением каким-то. Ну, например, мужчина что-то высказывает, что говорит, что вот нужно сделать так, нужно сделать так, а у тебя возникает то ли оправдание, понимаешь, все время ты говоришь, да нет, это было только потому, это было потому, что вот так-то и так-то и так-то, а ему это нужно. Он воспринимает это как перечень, понимаешь? И тогда возникает какой-то такой дисбаланс в взаимодействиях мужского и женского. Более того, твое переченье, например, скажем, ну вот, если рассматривать ситуацию с мужчиной, твой язык, который оправдывается в какой-то ситуации, да, то есть оправдывает как бы, ну, себя, мужчина говорит, почему там обед не готов, а ты начинаешь оправдываться, понимаешь? Говорит, да вот то, сё, а ему какая разница? Он воспринимает это как переченье, понимаешь, как только возникает переченье, либидо мужчины падает просто на ноль. Ты понимаешь, что ты перестаёшь интересовать его как женщина. Всё. Благодарю. Вот так происходит. Поэтому ещё раз вам напоминаю, что вся женская мудрость, буквально вся женская мудрость заключена в трёх словах. Я тебя люблю. Да. Здравствуй, мастер. такой вопрос был про женщину про невинность. Не вопрос, а пояснение. И возник вопрос, когда женщина пробуждается полностью, она возвращает эту силу себе вот этой невинности? Пробуждение ещё не очищение. Очищение ещё происходит довольно долго. и то только в том случае, если она продолжает очищаться, то есть продолжает также пребывать в поле мастера или продолжает медитации и так далее. Вот. тогда происходит очищение. Потому что этот процесс он не возникает только по факту пробуждения. Имеется ввиду полного пробуждения, то есть когда уже возврата нет. тело оно несёт в себе ещё само. Несёт в себе ещё в те отпечатки. То есть даже после пробуждения того, о котором ты говоришь, могут возникать ещё сновидения ночные. Понимаешь о чём говорится? Как только это обнаруживается, то значит ум не очистился ещё окончательно. самскары ещё какие-то есть. Но процесс уже гораздо легче проходит. То есть остатки какие-то ещё будут вычиститься со временем с каким-то. Но основное уже всё сбрасывается, всё уходит. Все эти основные загрязнения, которые возникали когда-то возникли вследствие невежества, вследствие невидения прошлого. Предки наши знали об этом и есть рассказы о том, что волхвы очищали женщин, то есть делали из них земной женщины, делали небесную женщину. То есть путём очищения её от этих кармических загрязнений или связей, которые у неё были, в том числе половых. и очистив эту женщину, они своим сыновьям даже в жёны их отдавали. Потому что таким образом возвращается девственность. женщина приходит чистой в этом случае. И она в этом случае переходит в ранг или в статус Богородицы, которая способна явить Бога. то есть существо свободное от карла. Благодарю. Вот ещё вопрос, который под иньской энергией, которая разрушение. Ещё иньская энергия считается женская, а яниская мужская. Получается женская задача познать свою природу, а при этом получается познать природу разрушения. Дело в том, что женская энергия это энергия земли. Можно называть это как хочешь разрушением или энергией тьмы, энергией невежества какого-то. Но при этом инь это женская. земля она же не про разрушение земля, это как такая конечно, поэтому посмотри внимательно, что происходит с женщинами. Если нет янь у женщины, то она считает, что она феминистка. То есть в ней разрушительная энергия по полной программе действует. у него начинается все про баланс. И тогда она не воспринимает мужское вообще. то есть в ней вот это разрушение в большей степени проявляется. нужен должен быть баланс. Конечно должен быть баланс. В противном случае это обезьяна, обезьяна. А вот есть процент какой-то, потому что разные мастера говорят, например, чтобы женщине 80 на 20, например, инь-янь. Ой, родненькая, давай не будем считать вот это 80, 20. Мужчина и женщина был вопрос. А что с сексуальными меньшинствами? Это тоже искажение истинной сути мужчины и женщины? Да нету никаких меньшинств. Потому что нет и большинства. Большинства. Нет, ну вот если близкий мне человек говорит, что девушка, она говорит, что она предпочитает девушек. Понимаешь, вот если говорить о взаимодействии мужского и женского, вот энергии мужской и женской, то всевозможные перекосы в каждом теле, перекосы в сторону в сторону одной энергии или другой вызывают подобные явления. Система так устроила все, чтобы эти перекосы возникали. Понимаешь? Угу. То есть ум создал условия для того, чтобы женщина не была женщиной, для того, чтобы она была мужчиной, для того, чтобы дети не осознавали пол свой, потому что даже удивительные вещи происходят, например, при регистрации, скажем, в какой-то соцсети, в фейсбуке, например, там есть такая графа пол, заполнить надо, и тебе дается три варианта. Мужской, женский и выбери сам. Ну, то есть назовись как хочешь. Ну, там вот такие вот интересные и забавные вещи происходят. Все это попытки ума увести вас от естества божественного. Божественное естество, оно проявляется без думания, без оценок каких-то. В естестве, в природе. Вот когда вы вернетесь к природе, то вы ощутите, что будет происходить с вашим естеством. То есть вдруг женская природа станет женской подлинной женской природой, мужская станет подлинно мужской природой. Потому что мужчина на природе не будет опираться ни на какие костыли. Потому что ему нужно будет взять топор, срубить дом и ходить на охоту или там за грибами или еще кормить свою семью. А женщина останется в этом доме и будет в нем наводить уют, сохранять вот эту атмосферу нежности. Будет ждать своего мужа. И так далее. То есть все встанет на свои места. Сейчас все вкривь и вкось. Только лишь потому, что женщины не могут проявиться в своей истинной природе. Так же, как и мужчины вследствие этого тоже не могут проявиться. Потому что женщины унижают мужчин, они считают, что они тоже могут ходить на охоту и так далее. Вот такие дела. Благодарю. То есть природа божественная, она искажается. И все это происходит благодаря этому уму, благодаря этой пандемии, которая называется я мысль. В этом все дело. Понятно. Спасибо. Благодарю. А на природе нет возможности у мужчины не делать то, что нужно делать, то, что должно делать. Нет такой возможности. Потому что природа тела мужского, она такая. То есть она крепкая, она сильная, она берет всю тяжелую работу на себя. А женская природа другая. Какая-то. Понимаешь, вот она более слабая, то есть она заботится о детях, она приносит детей в этот мир и так далее. Скоро, понимаешь, очень скоро все побегут из городов из этих, побегут на природу. Так природа не останется уже чистой. На землю, на землю возвращаться надо, возвращаться на землю. все ведет только к одному, к тому, чтобы побыстрее твое сердце раскрылось. КОНЕЦ